привет всем зрителям и подписчикам канала фартовый коллекционер спасибо огромное что смотрите подписывайтесь и что становитесь спонсорами канала недавно на сайте виолити я приобрел себе вот такой интересный каталог это каталог наших старинных гривен гривен киевского типа и других разных гривен на самом деле именно такая монета может положила начало нашей украинской монете и наверняка вы видели что на разных наборах монет украины и символом национального банка является такая украинская гривна гривна и сегодня в этом выпуске я хочу вам показать какие какая коллекция могла бы быть если вы собирали подобные подобные гривны но конечно найти именно оригинальные и его можно сказать музейного уровня гривны довольно сложно у них есть степени встречаемости и на самом деле это огромные бюджеты что такое себе в коллекцию положить и можно сказать это фактически гривны музейного уровня кто смотрел мой выпуск из харьковского музея я держал и показывал вам такие гривны это было огромное событие для меня мы подружились харьковским историческим музеем посмотрите выпуск будет в описании я показывал вам вот такие замечательные гривны оригинальные из музея а сейчас также я покажу вам такие гривны но уже которые вы можете с легкостью положить к себе в коллекцию это гривны который делает украинский производитель они не из серебра и из разных металлов и довольно классного уровня уровня вообще всего и комплектации и такие вот бархатные упаковки и вы гляньте сертификаты на которых указана информация про данные мои данные монеты на двух языках думаю если вам нужно сделать подарок кому-то заграничному другу это идеально подходит потому что сертификат на английском здесь указаны размеры тираж 500 штук таких гривен и она почти ну вот один в один к серебряные гривны или 100 гривны которые у нас было здесь получается вот в этом каталоге более подробно рассказывается в какие века а вот так вот смотрите как один в один она выглядит здесь даже нанесена специальная патина но очень красивая сейчас покажу другие разновидности этих гривен и значит тут нас определенный вес от 150 грамм до 165 размеры и и тут тут чуть чуть меньше видите скорее все это связано с технологией изготовления формы и так далее вот и степени встречаемости из примерная стоимость на 2011 год доллар был поменьше тут у нас 2000 долларов указано но доллар тогда у нас был сколько наверное по 8 там или чуть чуть меньше вот степени встречаемости 200 штук которые были на продажах на аукционах до 2-3 штук которые реально сложно найти вот и не очень-очень редки давайте посмотрим дальше то есть это у нас гривна киевского типа ну честно скажу очень приятно в руке находится и в коллекцию положить за те деньги сколько она стоит она стоит меньше 1000 гривен я думаю это отличный отличный подарок плюс такая может как историческая вещь не сходя из того что оригинальную гривну найти ну крайне сложно и цена у нее будет ну сильно сильно отличаться вот я покажу как у нас выглядит вот эта гривна от украинского производителя и от национального банка кстати некоторые путают что некогда что вот эти гривны производятся даже национальным банком настолько качество в них хорошие давайте посмотрим какие еще бывают варианты какая у нас гривна вот такой интересный синий бархатный футляр можем посмотреть также информации пьютер он и материал это тираж также 500 штук номера у вас будут разные от единицы до 500 я думаю это можно найти легко на виолете или в нумизматических магазинах вот посмотрите как выглядит эта конкретная гривна вот прямо тут больше она такая серебряная давайте на самом деле довольно неплохо смотрится ну хотя я брал наверно с патиной себе не знаю так давайте следующую посмотрим здесь другой тип кривны вы знаете что типа бывают разные вот вот даже половины до веса гривны 120 грамм 83 на 43 и на 8 да также 500 штук тираж внутри в серединке они написаны все одинаково да копию гривны киевского типа гляньте да и на английском языке made in ukraine то есть все четко у нас прописано то есть если вы хотите поддержать украинского производителя и подарить такой скажем так подарок тематичный и такой историчный это действительно очень интересно я думаю в каких-то компаниях такое можно дарить на государственные праздники я думаю это вполне интересно выше описывается что это такое и вот собственно как это как эта вещь выглядела давайте перейдем к теперь к следующим гривнам они вот в таких интересных футлярах довольно смотрите как она переливается с гербом трезубцем и они на магните то здесь у нас получается магнит находится такой магнитная закрывашка и вот мы видим такое вот интересный оттенок будто бы патина на серебре но также это материал не серебро пьютер 160 грамм тираж у нас 500 штук вот такой сертификат здесь уже написано не киевского типа а новгородская гривна гляньте как выглядит новгородская гривна в принципе такие продажи на виолите были оригинальных ну довольно дорого они уходили но по той цене которая здесь это просто мне кажется замечательный подарок новгородская гривна вот смотрите как она потрясающе выглядит скорбы украины давайте посмотрим следующий здесь у нас такой более золотой также на магните и здесь гривна у нас идет в таком как будто бы в серебре до покрыто покрыто серебром более блестящие ну да каждому нравится свои форматы давайте сравним эти две гривны новгородские они по дизайну ну вот я думаю идентичный а вот по самому цвету отличаются каждый выбирает себе то что ему хочется давайте покажу вам как выглядит это в музее такие гривны выглядели очень смотрите похоже скажем так вот хоть и важно обращать внимание на тип самой гривны так это у нас новгородская есть вот она значит 1500 долларов у нее цена по каталогу серебро вес но смотрите 1 в 1 мне кажется насколько она выглядит прям как в каталоге да и чисто для себя ну вот такую вещь можно положить чтобы она вас радовала и так прикольно в руке конечно ощущается давайте дальше посмотрим что у нас еще есть здесь ухты посмотрите это черниговская вообще как я понял по цене по редкости черниговские немножко реже у нас встречаются и сильно дороже вот они причем они встречаются в таком состоянии когда их уже видите били молотком приплюскивали то есть проверяли что-то серебро и вот в таком формате даже в каталоге она внесена а здесь она может сказать в своем первозданном виде это черниговская гривна 5000 долларов они бывают разрублены пополам ну то есть да в зависимости от нужды здесь у нас параметры вес 140 грамм вот размера 125 на 38 из до 10 500 штук тираж и мы видим здесь также у нас есть описание на английском языке посмотрим как она в руке собственно смотрится гляньте вот такая вот гривна прям очень чувствуется вес ее такая фактура они кстати бывают по разным разным цвете сами футляры вот второй вариант цвета давайте вам покажу вот такой вот он переливается золотом очень красиво дорого выглядит и зеленый смотрите как прям национального банка зеленая такая скажем так расцветка и вот сама гривна тут отлично вписывается то есть видите идеальные размеры я как человек который понимает что для изготовления чего-то там своего продукта свои монеты это нужно пройти огромный путь становления сколько проб тестов и так далее чтобы изготовить не на государственном предприятии а вот в частном формате что-то подобное но представьте какая огромная работа проводилась для того чтобы подсветить эту тему подсветить тему украинских денег подсветить тему старинных да у нас старинных самых интересных таких гривен и самом деле только хочется поблагодарить создателя поблагодарить автора этих копий этих монет потому что ну просто огромный труд был проделан и в разном формате в разном исполнении сейчас я вам покажу исполнение которое вообще очень оригинально да вот представьте вы хотите себе такую монетку хотите себя гривну или чернигов скую и новгородскую или гривну киевского типа вот хотите к себе повесить на ключи хотите чтобы у вас она была например даже всегда с собой как символ денег автор разработали маленькую копию такой гривен то есть у вас есть например альбом в котором вы собираете ваши монеты кстати этот альбом я купил здесь во львове я в отдельном выпуске расскажу как я буду его заполнять потому что все мои альбомы остались к сожалению все в харькове и пока нет к ним доступа чтобы вам показывать и вот у вас есть альбом который вы будете заполнять с разными кстати листами могут быть черными могут быть там с красными и вы хотите разместить к себе вот такую вот гривну гляньте она идеально вписывается в ячейки здесь мы видим это второй тип до гривны которые вот вам показывал но в миниатюре и гривну новгородскую и черниговскую и обычную монету то есть у нас фактически в альбоме можно разместить вот эти все типы гривен вот вот как они собственно в большом виде и в маленьком и причем давайте я вам достану покажу сейчас вот еще это ведь и в золотом исполнении этот и на черном листе я разместил а можно еще на красном листе разместить и все эти комплекты можно покупать как поштучно так и в комплекте все эти гривны ссылочки кстати я на лот и оставлю в описании где их можно приобрести и конечно мне кажется это просто невероятно такие малышки такие очень аккуратно и интересные гривны удовательно покажу вам сейчас черниговская гривна вот она один в один с большой идет конечно просто невероятно мне нравится больше в патине дайте когда гривна вот например киевского типа вот она такая маленькая и она в патине и прям вообще супер как я знаю есть еще в серебре такие вот серебряные или с возможностью повесить на ваши ключи как брелок представляете себе то есть офигеть это у нас киевского типа черниговская новгородская вы можете полностью собрать себе коллекцию из этих маленьких гривен разместить их в ваш альбом ну такого я еще не видел и это действительно уникальная вещь друзья я довольно долгий получился ролик но оставьте пожалуйста лайки оставляйте комментарии напишите как вам кстати как вам эта книжка как вам эти гривны хотели бы вы собрать себе коллекцию подобных или возможно уже выбрали себе вот такой вот на подарок потому что цена ну просто приемлемо и действительно думаю можно позволить себе приобрести такой вот подарочный экземпляр для себя или для кого-то для ваших друзей или коллекционеров становитесь спонсором канала буду рад ответить на ваши дополнительные вопросы всем пока друзья а